Сегодня второй день работы делегации города-героя Севастополя в столице. На комитетах представители региона знакомили сенаторов с достижениями Севастополя, а также с вопросами, которые необходимо решить для успешного развития региона. Одни из важнейших это комитеты по социальной политике и экономике. Там губернатор Михаил Развожаев лично выступил с докладом. Лично выступал на комитете по социальной политике, обсуждали туризм, поддержку нашей туристической отрасли, поддержку развития дальнейшей спортивной инфраструктуры и важный очень вопрос, связанный с дефицитом в финансировании нашей территориальной программы обязательного медицинского страхования. По всем вопросам получили поддержку сенаторов. Некоторые темы достаточно сложны и требуют дополнительной проработки. Тем не менее, сенаторы приняли решение поддержать их с точки зрения включения в постановление финальное, для того, чтобы мы дальше могли работать уже с федеральными исполнительными органами власти. Также выступал на комитете по экономике, буквально сейчас комитет завершился. Здесь мы поднимали тему дальнейшего увеличения наших мощностей с точки зрения энергетической инфраструктуры, строительства трех новых подстанций. Вы знаете, вот за 8 лет была построена станция на Омеге. Сейчас подходим к строительству станции Нахимовская. Но тем не менее, для развития северной стороны нам нужны еще две подстанции минимум. В Любимовке и Андреевке и подстанцию на Фиоленте. Вы знаете, жители Фиолента постоянно испытывают дефициты мощности, и мы не можем многие объекты там запланировать необходимые, так как тоже эти ограничения испытываем. На комитет регион приходит не просто с проблемой, а предлагает конкретные проекты по их решению. Сенаторы отметили всестороннюю проработку вопросов с большой перспективой на будущее. Например, решение вопроса транспорта не ограничивается обновлением подвижного состава, а имеет перспективы развития в устье Южной бухты и на площади Захарова. Это, безусловно, очень важный шаг для того, чтобы отстаивать свои позиции в федеральных министерствах и ведомствах по реализации тех планов, которые намечены. Это касается всего. Это касается инфраструктуры, о которой мы говорим. Это касается берегоукрепления, это касается оздоровительных детских лагерей, туристических кластеров. Планов у нас очень серьезных много. И очень важно, что Совет Федерации и наши коллеги-сенаторы поддерживают планы Севастополя и готовы оказывать помощь в их реализации. Еще раз хочу сказать, что все эти вопросы, решение их жизненно важно для Севастополя. И от решения этих вопросов зависит и развитие региона в целом, и повышение уровня и качества жизни наших жителей. Завтра в Совете Федерации ключевой день программы. Сенаторы и Палаты регионов должны поддержать постановление, которое в дальнейшем Севастополь сможет использовать в формировании федерального бюджета и соответствующих программ на 2023 год. Палинокольц, Александр Субуков, Новости Севастополя, Москва.